Переключилась с ним беда. Нимами соловей мороз упал на землю и замерз. Совсем немного погодя, корова мимо проходя, Не замечая и жуя, нагадила на соловья. Очнулся он вокруг навоз. Зато не так силен мороз. И стало соловью тепло. Подумал он, вот повезло. Вернуться к жизни мой удел. Обрадовался и запел. Услышал проходящий код, в навозе кто-то там поет. Он был и голоден, и зол, а тут друг соловья нашел. Хоть не похож он на лангет, вполне сгодился на обед. Мораль истории внутри, и не одна, а целых три. И вывод первый виден нам. Не всякий, кто нагадил вам, является для вас врагом. Второй же вывод здесь о том, что другом может и не быть. Кто одного за вас отмыть, старается. В конце концов. А третий вывод здесь таков. Когда вам стало хорошо, и дело вдруг на лад пошло. Закрытым лучше рот держать. А то, как водится, опять найдется с вами рядом тот, кто вас неправильно пойдет. Можно, пожалуйста, один чай без сахара? Да, я сегодня один. Воображала, что на коленях твоих сидела возле конина. Чуть себе голову не разбила, а холодные стекла стучала, сбилась, кричала, плакала. Вновь запах ладаных дурных птицей договорила. Правда. Часто продавец простой стучит же скрипел. Так же погода была такая же на улице слякой. Снег с дождем, только кроме чай, но что-то еще. Правда. Ландыши распускать. А куда семья за соседним столиком делать? Стол еще твой забрали. Снег такой ненужный, неправильный. Все ведь в порядке. Запах в коже и мысли отъелся. Запах ладаных. Да что вы заладили все ландыши, ландыши? Что там написано? Чему? Чему мы на кладбище? Аплодисменты.